При лужке, при лужке, при знакомом доме. А как часто вы поете со своими бабушками? Дима Воробьев ежедневно. Собственно, она и научила его народным песням. Даже придумала специальную методику растягивать слова. Для Зои Владимировны особенность внука лишь диагноз. Для нее он друг и главный помощник. Вот поливай цветочек. Полить цветы или пропылесоси для Димы не проблема. Парень даже научился жарить блины. У бабули болит спина. Долго стоять у плиты не может. Мама на работе, сестра в школе. С раннего детства Дима много времени проводил с бабушкой. Она водила его в детский сад, потом в школу. После получения аттестата парень сел дома. В вопросах трудоустройства и социализации у молодых инвалидов незавидные перспективы. Но у Димы есть друзья. Вместе они гуляют и играют в футбол. Очень хорошо, очень хорошо воспринимаю. Только выходит Дима, пошли играть в футбол. Все за ним приходят. Даже зовут его и девчонки, и ребята зовут его играть в футбол. По характеру он очень хороший мальчик у меня. Как бабушка скажет за него, что он плохой мальчик. Каждый, даже незначительный успех Димы для Зои Владимировны – повод для гордости. Но главное, она знает, что ее внук – добрый, честный человек. И в этом есть и ее вклад. Женщина признается, ей не нужно богатства или других благ. Было бы здоровье, чтобы подольше быть рядом с Димой. Ну вот, если умру и боюсь, на кого он останется. Вот это и боюсь, кому он будет нужен. Юлия Матвеева, Сергей Малеев. События дня.